Здравствуйте! Сегодня обзор двух идентичных по размерам лир. Это первая лира. Очень сложная лира с изобилием кнопочек и рычажков. Звучит она тоже богато, но суть сегодняшнего видео выступления не в этой лире, а в той, которая будет следом. Звучит она. Вот этот же инструмент имеет всего три струны, 10 клавиш, словом, ничего лишнего. Отличный материал, но послушайте, как она звучит, когда на ней ничего лишнего. Вот у этой лиры, ну, лично мне звук нравится больше. На ней, конечно, можно меньше сыграть всего разнообразного, но просто, когда она лежит в руках, такая легкая, простая, с маленьким колесом, который очень легко крутится. Вот. На этом играть приятно. Это просто для отдыха рук и души. И ведь в чём дело? Одинаковые фактически деки, одинаковый материал, очень похожий рисунок, одинаковые размеры. На эту деку давят целых пять струн. Ей достаточно тяжело. Здесь мощная пружина, и, как оказалось, её тоже недостаточно. Она пошла на прогиб. В общем-то, всё бы ничего, но в долгосрочной перспективе это вредит инструменту. Ну, решил пойти налево и поставил всё-таки двушку. Звук стал рисковат. Он стал ярче, громче, но он стал рисковат. Здесь же, по сути, на деку именно давит только лишь одна единственная струна, мелодическая. Вот. Бурдонные имеют вот такую нагрузку на деку. То есть, они не давят на неё вертикально. И в связи с этим можно отказаться от мощных пружин, от дужки, которые колёс на лире только во вред. И получается, что... ...вся дека звучит... ...именно что вся, потому что клавишная коробка тоже не стоит на деке. Она стоит на нижней деке, а в верхней деке прорезь, через которую крепится эта штука. Колесо тоже крепится на нижней деке. Зачем я делаю на нижней деке, а не на обечайке? Ну, потому что нижняя дека неизбежно заглушается на меже. Либо коленями, либо могучим животом. И... Ну, а в случае с дужкой, это, конечно же, имеет печальные последствия и для верхней деки тоже. Она заглушается. Ну, в общем, я к тому, что... ...вот этот эксперимент многострунной лиры считаю удавшимся, но для себя решил, что мне такой инструмент нравится меньше, чем простой. Лучше делать... Ну, я так считаю. Лучше я буду делать следующий виток. Я пытаюсь придумать совершенную лиры для себя. Следующий виток будет просто большая колесная лира. Одна, максимум две мелодические струны, парочку бурдонов и всё. Но будет там одна хитринка. Посмотрим, удастся ли она. Вот. Но концепт будет лира простая. Лира диатоническая. Кстати, мы с женой придумали новый строй. Не хроматический, не диатонический, а мажор и минорный. Это когда добавляется просто... Ну, допустим, применимо, да, вот там... ...кле минора, добавляется фа диез и додиез. Ля, си, додиез, рэ, ми, фа диез и соль диез. Соль диез, ля. То есть три лишних клавиши на октаву, но как бы уже мажор, минор. И не надо городить двухрядную хроматику. Это очень неприятное для восприятия. Всем спасибо. Видео было долгим. Разговор был монолог приятным.